Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп впервые сошлись на дебатах. Они прошли в Национальном центре по изучению Конституции Филадельфии. Это крупнейший город штата Пенсильвания, ключевого на нынешних выборах. Длились они 90 минут с двумя рекламными паузами. Формат с июня не изменился, аудитории в студии не было. Кандидатам не разрешалось иметь при себе заранее заготовленные записки, а во время рекламы сотрудники штабов не могли с ними общаться. Соперники говорили о своих предвыборных программах, но больше критиковали друг друга. Путин был в Киеве, и в Киеве, и в Киеве, и в Киеве. Подробнее о дебатах сразу после их окончания из Филадельфии специально для Молдова-1 рассказал корреспондент Русской службы голоса Америки в Белом доме Михаил Комодовский. Добрый вечер, Молдова из Филадельфии, штат Пенсильвания, где только что завершились первые дебаты Камалы Харрис, вице-президента США и бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Камала Харрис впервые пожала руку Дональду Трампу. Она первая протянула ее, представилась Камала Харрис. Трамп пожал ее в ответ. Дело в том, что до этого они не встречались в реальной жизни и даже не видели друг друга воочию. Предсказуемо, что сначала модераторы задавали целую череду вопросов о внутренней политике здесь США. И в одном из внутриполитических вопросов прозвучала внешнеполитическая ремарка экс-президента Трампа. Он вспомнил премьер-министра Венгрии Орбана, который, по словам бывшего президента, сказал, что его боится Китай, его боится Северная Корея. И давайте здесь сосредоточимся на внешнеполитических моментах, которые могут касаться в том числе и Кишинева. Первый внешнеполитический вопрос, который задали модераторы, это война Израиля и Хамас. Вице-президент Камала Харрис осудила атаку Хамас 7 октября, в результате которой погибло 1200 израильцам, и подтвердила право Израиля на самооборону. Она также признала гибель мирных палестинцев и призвала к немедленному прекращению огня, к освобождению заложников и к созданию палестинского государства наравне с израильским, что обеспечит безопасность как для израильтян, так и для палестинцев. Харрис подчеркнула поддержку США в защите Израиля, особенно от угроз со стороны Ирана, отметила необходимость восстановления газа и обеспечения палестинцам самоопределения и достоинства. В ответ Трамп заявил, что если бы он был президентом, и здесь я отмечу, он отвечал на тот же вопрос об Израиле, он заявил, что конфликта в Украине бы не было, и других глобальных проблем тоже не было бы. Он раскритиковал текущее руководство США, утверждая, что оно ослабило позиции США, особенно в отношении Израиля и Ирана. Трамп обвинил нынешнее руководство в антиизраильской позиции и предположил, что при их президентстве Израиль может вообще не выжить. Второй внешнеполитический вопрос – это война России в Украине. Трампа спросили напрямую, хочет ли он, чтобы Украина победила, и он не ответил на этот вопрос, он сказал, что хочет, чтобы война закончилась. Трамп заявил, что у него хорошие отношения как с президентом Украины Зеленским, так и с президентом России Путиным, и предположил, что они его уважают. Он раскритиковал Байдена за отсутствие попыток связаться по телефону с Путиным во время полномасштабного вторжения в Украину, что, по мнению Трампа, привело к ухудшению конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Вице-президент Харрис, в свою очередь, подчеркнула, что поддержка США в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов, артиллерии, противотанковых ракет и танков «Абрамс» помогла Украине оставаться независимой и свободной. Она утверждала, что если бы президентом был Дональд Трамп, то Владимир Путин дошел бы до Киева, до украинской столицы, и угрожал бы дальнейшим расширением в Европу. Харрис отметила благодарность европейских и натовских союзников за текущее руководство США и подчеркнула важность сохранения силы НАТО. Она также раскритиковала Трампа за то, что он, по ее мнению, слишком легко идет на уступки авторитарным режимам и предполагает, что он бы быстро пожертвовал безопасностью союзников, в этом случае Украины, ради личной выгоды. Почему эти дебаты были важны для американцев? Почти треть из всех избирателей считают, что сегодняшние дебаты помогут им определиться со своим выбором. И действительно, если пройтись по цифрам, то 32% афроамериканского населения, 24% латиноамериканских избирателей и 21% представителей поколения джен-зи и миллениалов сказали, что вот как раз эта словесная баталия расставит все точки над «и» и поможет им, неопределившимся избирателям, определиться со своим выбором и проголосовать. Финальный день голосования в США состоится 5 ноября, но в некоторых штатах досрочное голосование начинается уже в этом месяце, буквально через несколько недель. Добавлю, что для Камала Харриса эти дебаты стали первыми, чего не скажешь о Дональде Трампе. Для экс-президента это уже седьмое подобное мероприятие с 2016 года. Национальные опросы показывают, что борьба между кандидатами остается напряженной, что делает дебаты важной трибуной, чья целевая аудитория – неопределившиеся избиратели. По опросу CNN в дебатах уверенную победу одержала Камала Харрис. Так высказали 63% опрошенных телеканалом американцев. Присудил победу ей и республиканский Fox News. Притом перед дебатами, согласно опросам, голоса за кандидатов делились примерно поровну. Одно из высказываний Трампа стало мемом. Он несколько раз повторил, что в штате Огайо мигранты едят кошек и собак. Сразу после дебатов суперзвезда Тейлор Свифт публично заявила о своей поддержке Харриса о певице, надо отметить, огромная армия фанатов. Трампа, к слову, поддерживает Илон Маск. Сегодня Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты с Харрисом.